Сегодня, 1 апреля, жителям Первомайского района, откровенно говоря, не до смеха. По словам людей, причина беды – это талые воды и разлившаяся река Лосиха. Еще пару дней назад здесь было сухо. Сегодня часть микрорайона Лосихин – остров, который находится в низине, внушительно подтоплен. Вообще вся ситуация случилась из-за того, что затор произошел на речке. Вот там ледяную, вот так, одна на другую. Такая зима, видимо, была в этом году, что земля промерзла, воде одеваться некуда, вся в речке пошла. А речке одеваться было некуда, она пошла по лесочку и вот к нам. Местные жители отмечают – вода потихоньку уходит. Однако такие стихийные качели не на шутку напугали людей. Ольга живет примерно в середине поселка, говорит, им повезло чуть больше. Когда вода начала подступать к жилищу, вооружились лопатами и выкопали траншею. Мы не затопли, благодаря своим каким-то небольшим мерам, которые смогли. Вот вчера целые сутки мы с улицы просто не выходили. Ну и вот ленточка, если потом пройдете в тот участок, он затоплен был вообще полностью. Второй день не выходит из дома, машину тоже не заводит, чтобы не спровоцировать приток воды к дому, рассказывает Ольга. Однако, по словам женщины, соседу справа повезло гораздо меньше. Вот здесь полностью все было. У него весь отмостка вся была покрыта водой. Это бы вся вода, естественно, хлынула бы дальше. То есть это своего рода заградительным таким мероприятием оказалось. Буфером. Буфером, да, совершенно верно. Буфером. Ну вот как-то так, я даже не знаю, что сказать. Мы просто в панике второй день. Ну, надеемся. Сейчас на месте подтопленной территории работает пожарно-спасательный отряд. Оперативники занимаются откачкой воды, задействовав тяжелую технику. В этом году паводок на Алтай особенно суров. Так, например, на одном из пляжей Ярового из-за подтопления талами водами обвалился грунт. По словам очевидцев, глубина разлома примерно несколько метров. А это село Волчий Ракит в Бурлинском районе. Здесь с наступлением весны образовалось целое озеро. Вот так вот у нас потоп. По-прежнему одним из самых пострадавших населенных пунктов остается Михайловский район. На снимках видно, что практически весь населенный пункт затоплен водой. Здесь стихия не пощадила дома, подвалы и сараи. А сегодня днем вода унесла жизнь шестилетнего мальчика. Ребенок находился рядом с траншеей, вырытой для прохода протока воды. Оступившись, он упал и утонул. В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа, проводит проверку прокуратура. В свою очередь в МЧС отмечают, все силы оперативников брошены на стабилизацию ситуации в регионе. Оперативно приняты и проводятся дополнительные противопаводковые мероприятия. В том числе устанавливаются водоналивные дамбы, проводятся углубления вододводных траншей, проводится отсыпка земли в низменных участках местности, возводятся временные дамбы, проводятся откачки воды в домовых территориях и проводятся также оказания адресной помощи населению. На прогнозируемых затороопасных участках проведены работы по ослаблению ледового покрова. К слову, в ближайшие дни в край ожидается потепление, а это значит, что работы у пожарно-спасательных отрядов, и если не станет больше, то точно не убавится. Мария Костолева, Владислав Ковалев. День с толком.